Летний обвал рубля эксперты сравнивают с событиями декабря 2014-го. Тогда резкий курс доллара и евро спровоцировал ажиотаж в магазинах бытовой техники. Спрос на ноутбуки, к примеру, вырос на 131%. Цена на треть. Вкладывать в технику многие рассчитывали потом ее выгодно перепродать. Не учли, что при реализации срок товар считается бывшим в употреблении и теряет четверть цены. Я думаю, люди уже сами оценили последствия своих действий. То есть им ноутбуки, холодильники и прочая бытовая утварь оказалась не нужна. Продать ее оказалось практически невозможно. Как сохранение сбережений это абсолютно не работает. Традиционный способ сохранить свои сбережения – сделать вклад в банки. Причем сейчас валютные вклады выгоднее рублевых. Ставки по годовым депозитам составляют от 1 до 4,5%. Тем, кто не планирует снимать деньги в течение года, банкиры рекомендуют разделить их на две части. Рублевая составляющая и валютная составляющая. Но подчеркиваю, здесь важно опираться на долгосрочный период размещения. Если человеку или потребителю, клиенту необходимо воспользоваться деньгами в течение ближайшего года, то вы не рекомендовали покупать валюту, особенно в такие эмоциональные периоды. Впрочем, эксперты прогнозируют, уже в ближайшее время рубль продолжит начавшееся в этот вторник укрепление. Основную поддержку будет оказывать дорожающая нефть, которая ранее достигла своей минимальной стоимости на мировых рынках. Определенные новости в виде изменения ставок ФРС, например, может в том числе поспособствовать росту нефти. А это может случиться уже в сентябре. Между тем, проценты по депозитам продолжают падать. Финансисты это связывают со снижением Центробанком ключевой ставки, который сейчас составляет 11%. Не исключено, что до конца года этот показатель опустится ниже 10%.